История вооруженных сил Республики Абхазия насчитывает чуть более 20 лет. Первые бои Отечественной войны народа Абхазии принимали еще ополченцы, и лишь спустя несколько месяцев военных действий на территории нашей страны были сформированы Министерство обороны и Генеральный штаб. И после завершения войны перед победоносной абхазской армией всегда остро стояла задача обеспечения безопасности нашего населения. В связи с чем и стал вопрос не только о сохранении офицерского корпуса вооруженных сил Абхазии, умевшемся на тот период и представлявшем собой выпускников военно-учебных заведений Советского Союза, но и о дальнейшем его пополнении. Главную роль в осуществлении подготовки кадров в армию Республики взяло на себя и по сей день ее выполняет Сухумское высшее общевойсковое командное училище. Этот маленький коллектив внес немалый вклад в дело подготовки и воспитания молодого офицерского состава вооруженных сил Республики Абхазии. Было выпущено два поколения офицеров. Первый из них до сих пор несут службу в Министерстве обороны. Это такие офицеры, как подполковник Дмитрий Делба, майор Эрик Сабанджи и многие другие. Они были первыми кадровыми офицерами Абхазской армии, окончившими военно-учебное заведение, созданное в вооруженных силах Республики Абхазия. Училище выпускает артиллеристов, танкистов, разведчиков, пограничников и моряков. 28 октября 2000 года принято считать официальной датой образования Сухумского военного училища. Тем не менее, история его начинается немного раньше. В 1997 году под руководством полковника Сергея Аршпа был создан военно-учебный центр. Это были тяжелые послевоенные годы, нехватка кадровых офицеров, отсутствие материальной базы. Все это требовало полной отдачи умственных и физических сил, личного и командного состава центра. На базе военно-учебного центра в Сухуме и было сформировано общевойсковое командное училище через 4 года. После образования, получившее статус высшего учебного заведения. Программа двухгодичного курса обучения была заменена по стандартам высших военных институтов России на 4 года. По окончании училища выпускник получает не только первичное офицерское звание, но и высшее гражданское образование. В программе обучения появились новые предметы, такие как экология, высшая математика, физика, политология, философия и так далее. Для обучения курсантов были привлечены высококвалифицированные преподаватели из Абхазского государственного университета. Все это не могло не сказаться на качестве учебного процесса и требованиях, предъявляемых к обучанию. С поздравлениями к личному и преподавательскому составу Сухумского высшего общевойскового командного училища обратились в этот день и первый заместитель министра обороны генерал-майор Беслан Свишба и начальник училища в период 2003-2004 годов полковник Яков Гумба и представители общественности республики. Не обошлось и без торжественных награждений. По приказу министра обороны республики Абхазия специальными грамотами и медалями были отмечены некоторые курсанты училища. Медалью за воинскую доблесть был удостоен курсант 4-го курса Амиран Бакателия. Профессию военного Амиран по собственному признанию выбрал осознанно, в первую очередь в память о погибшем на войне отцы. Мой отец погиб в войне, боевал из-за того, что он хотел, чтобы Абхазия была независимая, чтобы защищали, в первую очередь за это, чтобы защитить свой народ и свою республику. Амиран Бакателия пришел в Сухумское военное училище сразу после школы и по прошествии 4-х лет обучения не жалеет о сделанном выборе. Ведь учеба в училище позволяет получить не только офицерское звание, но и высшее гражданское образование. Да и с каждым годом престиж училища в республике растет.